Я в первый раз снимаюсь на видео, раньше я снимал только, но сейчас я тоже снимаюсь. Часто бывает глазами ты видишь одно, а по факту фотографии потом выняли какая-то. Ребят, привет, а вы что снимаете, подскажете? Это видео будет состоять из двух частей, вы смотрите первую, будет еще вторая. Первая в основном про Мамю, про HZ67, про Ваню, про то, как он снимает, что у него получается, его фотографии. А вторая часть будет про Гронику GS. Первый день мы успели бы снимать только на RZ, много говорили, но при этом много подзабыли, поэтому будет много титров, порекомендую вам их читать. Там будет много полезной информации, которая позволит вам определиться с выбором, если вы вдруг выбираете себе среднеформатную пленочную камеру, систему для размеров кадров 6 и 7. Есть еще Pentax 6,7, но это другая история. Возможно, однажды мы поговорим. Отдельная благодарность Иване за то, что он подорвался, привез в себя камеру очень интересную пленку. Увидите, как бы, крайне рекомендую подписаться на его инстаграм, его инстаграм в описании к видео. Только пленка аналога Ивана. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Он клевый парень, идет на контакт, расскажет, покажет, объяснит вам, как что работает, если у вас вдруг останутся вопросы. И перед тем, как мы начнем смотреть, еще хотел бы сказать, что 6 на 7 я считаю вообще самым крупным средним форматом, потому что это не 6 на 4,5, все-таки 6 на 4,5 это мелковато. В этом мы с Ваней и сошлись во мнении 6 на 6 это сложновато, композиционно. Вот такая статика, которую необходимо каким-то образом разбавлять при помощи композиционных решений сложных. А 6 на 7 это соотношение сторон журнальной обложки, поэтому динамика есть. И 6 на 7 отличается от классических 2 на 3, которые мы имеем в наших цифровых камерах, поэтому это абсолютно другой опыт, интересный, качественный. И картинка, конечно, по пластике и по детализации ни с чем не сравнима. Поэтому 6 на 7 крайне рекомендуют. Подпишитесь, поставьте колокольчик и лайк. И в комментариях пишите, если вдруг что-то вам приходит на ум или вы хотите что-то узнать дополнительно у меня или у Вани. Мы все это читаем и анализируем, и реагируем, и рефлексируем. Теперь давайте смотреть видео. Привет, я Стас. Я Ваня. Супер. По идее завтра Ваня продает камеру, которую он купил у меня. Да, вот такой круг. Да, и сегодня у нас есть возможность сравнить две камеры. Так, у меня сейчас GS1, броника. Знаешь, кстати, что это значит GS1? Нет. Grand Shooting. Это что? У меня значит Mami E-RZ67. Модификация с шахтой. У нее также есть поворотный задник. У тебя первое поколение, да? Да. Ты знаешь, чем они отличаются? Первое, второе. Я знаю, что во второй больше выдержу. В первом поколении полные стопы? Да. Во втором поколении там по полстопа. Во втором поколении дополнительная регулировочная вот эта штучка, вторая. Вот это вот 90 миллиметров у Вани сейчас. И этот объектив не такой знаковый для Маймии, как 110-й, да? Я думаю, если ты в следующий раз будешь брать, то, наверное, будешь брать 110 миллиметров. Ну, это да, это надо подкопить еще и день уже. И у меня как раз 110 миллиметров, видишь, чем что-то? Не 100, а именно 110. 110. У броники в чем минус, например, этой системы? Во-первых, она не раскрученная. Очень мало объектива для нее вышло. Вот, например, в этой системе можно, например, встать КЛ, да? Стекла с Арбека. Да, по-моему, с прошлой системы. У меня, во-первых, вставлена FOMO, вот, пленка всех нищебродов. А у Вани пленка, созданная для бензоколонок, но мы из-за этого города. Да, и для супермажоров синистил. Редко у нас появляется в России вроде когда-то. Но сейчас появилось, пока есть, ну и раз такой знаменательный день. Тут есть офигенный кармашек. Да, у броники нет офигенного кармашка. В брониках они были в старых версиях, там. Да, мало кто видел, в реальной жизни снистил. Так, бумажка. Все, все как обычно. Ну, кодек Вижн, да, 500Т. То есть кинопленка. Удаляет антиореальный сажевый слой. За счет этого видно вот тот самый холейшн вокруг светящихся каких-то объектов. Ну, там фонари, вывески. Я, когда первый раз загружал пленку, я, наверное, делал это минут 30. Ну, я боялся вообще что-либо тут поворачивать. А тут уже стоит 800. Ух ты. Но это мне не нужно, потому что у меня нет призма, да? Мы в самом начале Рубинштейна. Мы сейчас будем идти по улице смотреть. Здесь много света. И ночью есть возможность поснимать. Наверное, не буду прям сильно заморачиваться. Козырек отбрасывает тени. Вот тень, где проходит труба. И вот эта вот вывеска на двери. Вот та тень я, в общем, туда тыкаю. И вот получаю одну третью секунду. При диафрагме 3,4. На длинных выдержках пленка хуже воспринимает свет. И ей требуется переэкспонирование, да, чтобы нормально засвечивать кадры. Вот. Для этого есть специальные приложения. Там можно, конечно, запариться. Можно самому там составлять график, там делать тест. Но позже расистен. Нету нужной пленки, поэтому возьмем порту 400. Поставим 2 секунды, которые я намерил. И вот он пишет, что 2,4 должно быть, да? А я поставил вообще 4 секунды. Ну, какие-то истерики там нет. Мне страшно. Надо быстрее снимать. Ты нравится звук? Вот, шелк-шелк на затворный. Да, звук офигительный. У тебя колечко крутится на объективе? Не умею повесить. Внутри объективов нет подвижных качеств. Ага. Получается просто, как бы, более качественные стекла. Да. Ну, я такое слышал, по крайней мере. Ну и плюс, тут можно очень близко. Да-да-да. Вот, а у тебя, наверное, нужно там здесь специальные макропольсы. Выглядит прикольно, но обслуживать надо, по идее, вроде как-то надо. Да, они могут отклеиться, могут отклеиться, порваться вот эти меха. В МАМИ все камеры огромные, то есть, кроме 645, да? Да. Все остальное огромное. За счет того, что здесь нет мехов, смотрите, насколько могу держать камеру одной рукой. Я... Тоже можешь. Я могу... Ну, у тебя большие руки, это прям некомфортно. Я чувствую, что у меня бицупа накачивается. Да-да-да. Да, это, короче, тяжелое. И даже вот, если посмотреть на размер стекла, насколько больше приходится делать стекло, чтобы компенсировать меха, а во-вторых, компенсировать вот эту вот поворотную историю, да? Потому что здесь получается 7 на 7, можно сказать, да? Еще и стекло дальше от пленки, чем вот в этой камере. Соответственно, это тоже как-то влияет на это. Ну, хотя говорят, что качество Mamii RZ-67 прям самое, наверное, крутое из-за того, что есть. Да, она как бы резкая очень. Ага. И я говорю, вот даже, наверное, чуть-чуть врезкая. Кстати, да, у меня же еще шахта. У тебя призма. Даже с призмой получается она... С призмой чуть-чуть... Да, чуть-чуть больше. Я не знаю, меня просто дико прикалывает. Смотреть через стекло? Шахты. То есть, я вот, когда первый раз увидел среднеформатный PIROS Mamii тоже, офигелый. Ну, мне понравилось, то есть, да, я прям залип в это и влюбился в эту штуку в первую очередь. Согласен. Это прям, кто не пробовал, обязательно. Ремешок, геморрой. Ремешок на Mamii стоит 5 рублей, да? Да. Ну, у нее там специальное крепление только под нее. Только под эту модель, потому что, например, под 645 другое крепление и так далее. Да, короче, они тут зажиделись вообще жестко. Вот. А здесь просто такие вот прям простенькие колечки. Но частенько вот эта вся резинка приходит в такой просто трэш. Вот. А у меня, смотрите, у меня кожа. Какой дизайн вам больше нравится? Напишите в описании. Вот видите, кожные вставки или под кожу. Ты специалист? Мультиэкспозиции есть и здесь, и здесь. Чтобы камеру проверить, понимаешь? Ну, да, щелкнуть без пленки. Да, чтобы щелкнуть без пленки, можно без задника щелкать, переводя в мультиэкспозицию. Я этим занимался часто. Когда на подмене нельзя было выходить из дома, я такой, блин, пощелкнул. Хотя бы без пленки просто. Здесь на заднике выставляется ISO пленки. И кроме этого можно еще выставить экспокоррекцию. В трястях стопа. Минимальная выдержка 1,500. У меня 1,400. Видишь, это огромный рынок. Сфоткую машинку эту. Прикольно, да? Золотый такой цвет от этой штуки. 1,800. 1,400. 1,400. 1,10. Можно платить. Также можно платить. 1,800. 2,400. 2,500. уже можно хороший фотограф отличается от плохого тем что хороший не показывает свои плохие фотографии никому ну то есть важный момент это отбор до того что ты снял ну вот то есть даже там люди которые считаются там супер мега профи да там какие-то культовые фотографы у них тоже там куча всякого шлака просто него никому не показывают вот ну и создаются ощущение что они все очень круто фотографирует хотя возможно как бы что они просто много это делаю да как бы много выкидывают в итоге в корзину ну как бы такое важное мнение просто с пленкой сложнее потому что она дорогая слова давай мы еще тебя используем как дополнение мне наверное надо вот встать вот где-то здесь за за стеклом идея продавать камеру возникает часто после того как ты получаешь негативы из лаборатории потому что снимаешь думаю что круто особенно вот чем шахты вот эти видоискатели коварная тем что через них тебе кажется что все мега круто потом смотришь на мониторе полная хрень да из-за того что я как бы немного снимаю я в лаборатории отдаю сканировать на не конкул скане то есть это долгий процесс сканирования да я обычно там через две недели условно катушка приходит 10 кадров вот и это и только ждешь думаешь там нормально нормально в итоге полная хрень права вот расстраиваешься хочешь продать все не пойти работать макдональдс тоже бесит иногда нормальные кадры нормальные какие-то объекты портятся дурацкими и всякими плакатами там вывесками он не приходится опустить немножко камеру и поменять композицию только потому что с шахты неудобно снимать высокий ракурс если вы карлик то вам не повезло это еще один экспонометр герсон у нас x3 чувствительные элементы и он может замерять с позицию до 8 часов задерживаем учатся по моему сначала вот сюда появился теперь мы поднимаем зеркало звучало как будто закрылась да как будто да ну че не произошло слушай ну вот смотри ты оставляешь хасильблат они эту камеру почему в двух словах просто вот эта камера она не для того чтобы ее там закинуть в рюкзак и там если что там поснимать где-нибудь выходить то есть снега планировать съемку как бы да а хасиль можно просто закинуть гулять и можно поснимать нужно снимать не знаю в общем хасили мы увидим в следующем видео все ваня да снимет эту пленочку мы увидим 4 4 кадра супер давай лучшие кадры у нас они врут они гонят лучших кадров не бывает лучшие кадры в агентстве мы видим агентом